Вы в каком веку-то родились? Век 21-й. Уже три десятилетия? На носу как? Они что, не знали, да? 2020 год. Первые два десятилетия уже прошли. И в какое время мы родились? Мы родились во время электричества. Вообще, надо понимать, что электричество, оно не бесконечное. А вы не знали. То есть, как оно получается, вы, может быть, знали, но забыли. Так вот, существуют электродвигатели постоянного и переменного тока, которые вырабатывают то самое электричество, которое, естественно, используемое для вас. Потому что, даже если это двигатели атомные, все равно идет перегрев. И где есть перегрев, там есть перегрев воды, естественно. А все остальное тоже имеет место благодаря электричеству. Ну, сегодня и сейчас люди пытаются все это дело перекинуть. Но давайте все-таки определимся. Электричество – вещь не бесконечная, естественно. И давайте все-таки из той же оперы определимся. Меры воздействия на ваш финансовую составляющую проекта – дома или сада, или огорода, или квартиры, естественно. То есть, в любом случае, рано или поздно все это, естественно, ломается. И если по чесноку, то, поверьте мне, самый простой вариант, и самое выгодное – это, естественно, воздух. Без воздуха мы не живем. Дальше что у нас? Дальше у нас есть вода. Ну, без воды мы много тоже не проживем. И дальше что у нас есть? Дальше есть еда. Ну, вот это основные вещи. Потом уже идут оружие. К слову о том, наркотики. Хотя, если вернуться на круги своя в 2 лет, так 150 назад, да даже 70 лет назад, копиумные вещи были везде и всюду. Ну, не в России, естественно, у нас все это решили. Ну, по-самой, ну, во всем-то мире было все нормально. Да и сейчас все нормально. Ну, да ладно, надо же было кому-то устроить заваруху тут у нас на Ближнем Востоке. Ну, кто-то устроил ее. Вот. А что дальше? И без электричества мы никак не можем существовать. Теперь мы задаем вопрос. Что нам делать вместе с электросилой? Потому что мы уже говорили. Электросила не зарабатывает деньги. Зайдем проверим, зарабатывают ли они деньги. Только в каком количестве? Самый простой и грамотный вариант работать по китайскому принципу. Вы знаете, продавать много и задешево. И тогда все станет гораздо веселее. Ибо как еще сказать, что в коммунистическом Китае появились долларовые миллиардеры. Когда Евронюс говорит, что кубинцы сделаны из стали, я задаю вопрос о россиянах. Из чего мы созданы? Пока на протяжении 30 лет были всего два года изумительные. И боже, из чего мы? Нас кризисом не запугать. Мы лезем в кредиты. Вот как. Я, может, не пойму, но хата стоит, как вас. Треха, как Мерседес С-класса. Странные люди. Хотя все рано или поздно начинают экономить. К слову про экономику. Мы, экономя ранее, жили достойно. Может, вернемся? Благо, есть и как незадорого бороться с энтропией. В электрической части. И вот вы купили свой дом, да? Может быть, хороший дом. Но я еще раз говорю, хорошие дома у нас не строятся, по сути событий. Не строятся у нас дома. У нас делается все для того, чтобы бабки вовремя с вас сдернуть. А вы не знали, да-да-да-да-да-да. Так вот у нас и делаются дома. Какие там провода висят. Ой, какие лампочки там висят. Ой, а какие? И это если современный дом еще купили, там эти, называется, окошки висят. Тоже прикольная штука, да? То есть все делается на отвалисе. Вы купили, вы заплатили деньги, а дальше, дальше ваша уже работа идет. То есть даже новые дома не существуют в идеальном варианте. Поверьте мне, так оно есть. Я уж не говорю про старые дома. К слову о том, что я вот любитель старины. Как-то мне нравится Ленинский район. Очень нравится, естественно. Там пробок нет. К слову, да, пробок нет. Это хорошо, кстати. Потому что, с другой стороны, как приятно, когда можно выйти на улицу, спокойно подышать. Качественным воздухом. Ну да ладно. То бишь, что у вас внутри? У вас внутри, естественно, не самые крутые вещи. Не самые. А хочется же, конечно, чтобы было немножко красиво и надолго. Так вот, немножко красиво и надолго. Приезжаем сюда на вокзальную пядь. Приезжаем спокойно сюда. Вот то, что за моей спиной. Во-во-во. Есть очень много. Или практически все. При этом цены абсолютно нормальные. Абсолютно ровные, нормальные цены. Как это должно быть? Вы часто играете здесь? Ну, бываю иногда. А вот мне говорит, вопрос такой возникает насчет цены. Они, цены-то не высокие же? Нет. Цены здесь, самые адекватные цены у нас в городе. То есть можно говорить, что это самая адекватная цена в нашем городе? Я с любого района только сюда еду закупаться. Скажите, пожалуйста, чем вам нравится вот это место? Все нравится здесь. Нравится? Конечно. А цены нормальные? Цены хорошие? Цены хорошие, нормальные. Иногда я тоже смотрю телевидение. А вы думаете, что я телевидение не смотрю? Да нет, я тоже смотрю телевидение. Потому что иногда я смотрю те вещи, которые мне бы реально хотелось. купить, но вопрос цены. Да, цена это очень интересная штука. Так вот, когда мне говорят, что вот такой светильничек, который здесь стоит 380 рублей, там стоит 1900 рублей, я начинаю, как бы так сказать, немножко падать, что ли? А как мне еще? Ну, как мне еще? Ну, вы понимаете, что если он стоит 380 рублей, когда тебе втирает энную сумму, это для чего? Для чего это вообще необходимо? Вы его берете здесь. Он также использует солнечную энергию. Не видите, что ли? Светильник Solar LED на солнечной батарее. Читайте спокойненько. Только цена, вопросы. Это даже не 900 рублей, это в 3 практически раза дешевле. Просто я не понимаю, зачем куда-то ходить. Другой у меня возникает дивный-дивный вопрос с той жоперы. Термоноски, да. Я мечтаю об этих термоносках и о термобелье. Подскажите мне, пожалуйста, где там дело продается, я все это сделаю. Может быть и бесплатно для вас. Сколько денег вы сюда принесли сегодня? 100 рублей. 100 рублей? Обалденная сумма. И хватает? Еще даже останется. Почему такая темнота? Сейчас объясню. Потому что вы даже не представляете, вы даже не представляете, что я вам сейчас покажу. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Давайте обратимся к тому, у кого денег-то особо нет. То есть вот он купил вот такому-то квартиру, еле-еле денег на все хватило, понимаете? Он еще в ипотеке сидит по самые кировые помидоры. И у него висит одна лампочка. Одна лампочка. Ну, здесь такие есть, да, лампочки для тех, кому нужно. Которые лампочки накаливания, да? Я ему предлагаю совершенно задешево кое-что новое. Почему сейчас в темноте? Сейчас я вам покажу. То есть вам кажется, что все темно. Сейчас вы немножко посмотрите на другую тему нашего разговора здесь на вокзале на 5. Итак, я не тороплясь включаю. То есть мы начинаем с чего? А, о, вот. Два светильника. 380 рублев, естественно, стоит. И 799. Что-то как-то стало немножко интереснее. Не торопитесь, не торопитесь. Сейчас еще 300 рублей. Вообще просто за практически копейки. Вот самый дешевый вариант. Уже повеселее, да? Не торопитесь. Сейчас будет еще веселее. То есть вот еще так вот. Еще так. То есть это сколько получается? А, 1265 рублей. Боже мой! Вот неплохо светит, да? Вообще неплохо светит. То есть для тех, у кого с деньгами совсем проблема. Во! Идеальный вариант. Одну такую штуку повесили, и вся квартира залита качественным светодиодным светом. При этом давайте все-таки определимся с экономией. Нам же тоже экономия нужна. Вы же в ипотеке сидите, правильно? В ипотеке, естественно, экономия-то и нужна. То есть вот эту штуку можно вообще оставить включенной постоянно. Она не столько электронического съест, сколько ваша лампочка накаливания. Уж поверьте мне. Клево! Да вот так. К чему вы сюда пришли? Ой, что ж. Ремонт делали, затеяли. Вот и пришли. Ремонт делали? Затеяли ремонт, да. Ремонт делали, да. Ну, я делал ремонт, естественно, попало в деньги. Большие тогда стоило сейчас. А сегодня сейчас можно на электричестве экономить же, да, ведь? Ну, да. То есть можно реально экономить на электричестве, на обыкновенном? Можно реально экономить. Потому что многие такие вещи, которые действительно продаются, что... А, вот это вот, да? Ну, в основном электрическая техника, в основном только бижутерия такая получается, и что это. Ну, я здесь часто бываю, в этом магазине, очень даже часто. И нравится. И по работе, да. И дешевый, довольно-таки магазин. Много проезжал. Размером. Провернулся сюда. Да, обязательно. Да, 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 да. И что такое город Магнитогорск? Ну, город Магнитогорск, в общем-то, он мне нравится. Мне говорят, уезжай. Я говорю, а куда мне ехать-то? Вообще, много городов-то посмотрел, коли честно. И мне, кроме Магнитогорска, два города все нравятся. Самара и Владивосток. А в остальном шикарный город, правильно? Хороший город у нас? Хороший. Хороший город. Видите, я вот тут беседую, а народ уже идет. Да. Почему народ идет? Потому что народ идет за дешевыми ценами. И давайте определимся. Весь город Магнитогорск я на велосипеде проезжаю оттуда и до туда за 45 минут на велосипеде. То есть до сюда доехать вообще никаких проблем. И с левой берега тоже. То есть за хорошими вещами куда необходимо ехать? Либо на вокзальную 5, либо на комсомольскую 17. Мы энергосберегающими давно пользуемся лампочками. Как бы они соответствуют. То есть можно сказать, что в принципе, если мы меняем энергосберегающие лампочки, ледовские, да, то реальная экономия для семейного и небольшого такого нашего пенсионного бюджета? Да. Это хороший магазин, тут все есть. И как ты начинаешь понимать, я даже не говорю про себя, я про магнитогорцев. Уж так получилось, что город Стали испытывает все раньше и выскакивает тоже ранее из всех передряг. Потому что он молод. Ну что для города 90 лет? Да ничего. Мы как-то справляемся. И вот об этом говорить надо. В данном случае мы работаем даже на опережение. Благо есть у нас то, что помогает и помогает хорошо. А это электросила. На вокзальной 5 и на комсомольской 17. К слову, не все красиво есть даже в интернете. А-а-а, вы не знали. Так знаете, господа мои. В интернете очень много такого. В интерн... К слову, не все самое дешевое и красивое есть в интернете. А вы не знали. Так знаете, господа. Интернет – это, по сути события, некоторая лох-контора. Потому что мне говорят, что было в Советском Союзе плохо. Я говорю, вы даже не понимаете, что это было красиво. И очень хорошо, и ровно. Вы этого не понимаете. Я это дело знаю. Что сегодня и сейчас? Также в интернете, естественно, есть проезд по ушам. Стандартная ситуация. Интернет уже создан для того, чтобы деньги зарабатывать. А вы-то не знали, да? Вы догадаетесь сами. Сколько там лох-конторы? Ну, это отдельная тема. То есть мне говорят, что в интернете дешевле. Я говорю, а дешевле, чем в электросиле? По крайней мере, по крайней мере, из того, что я смотрел в интернете, я еще ничего и не видел. Ну, не видел я там. Я не знаю, как они работают. Я знаю, что здесь. Вы всегда можете найти то, что есть в интернете, но дешевле. О, я уж не говорю про телевидение. Почему такое? Сейчас объясню. Потому что главное – это то количество классных специалистов или не классных специалистов, или обыкновенных людей, которые сюда так и заходят. Потому что это нужно для них. Мы продаем много, и ценник, естественно, радует всех. Потому что это и есть хорошо. Электросила на вокзальной 5 и на Комсомольской 17.